Привет всем дорогие друзья, мы пишем мультиплеер, записываюсь я сегодня не с Лёхой, а с нашими знакомыми из Ютуба, точнее знакомым из Ютуба, его зовут Никита. Никита, скажи привет. Привет. В общем, как я и обещал, я начал уже строить немного вот такую вот базу. Вот, небольшое укрытие, правда небольшая проблемка с этими зомби, они постоянно норовят что-то сломать, что-то погрызть, в общем, очень плохо они всё это делают, вот, уже сгрыз один мой факел. Ну вот, негодяй, ну просто негодяй. Ну это в принципе мелочи, потому что скорее всего здесь скоро будут стоять оградки из чего-нибудь. Тут генераторы постоянно, кстати, спаунятся. Нет, сейчас тут генератора нет, но ничего. Так что вот так мы начали обустраивать нашу новую лачушку. Я тут уже костёр поставил, здесь тоже освещение есть, у нас есть гараж. Я думаю, сюда БТР пролезет. Ну, во всяком случае, в других подобных видео БТР сюда каким-то чудом залазил. Так что у нас есть большой-большой такой ангар, и мы будем продолжать это всё развивать. Может быть, как-нибудь построим ещё его там на крыше. Там, правда, строить нельзя, но я что-нибудь придумаю. Так что будем продолжать. Может быть, ещё второй ангар забацаем. А может быть, сделаем из одного ангара в другой переход какой-нибудь. Я надеюсь, будет прикольно и получится круто. Теперь здесь можно спокойно лазить по этим стеллажам. Кстати, на них постоянно какие-нибудь прикольные вещи попадаются. Но сейчас здесь, по-моему, ничего нет. Сегодня я записывал синглплеер, и у меня тоже не везло. Не мог я ничего интересного найти. Может, со временем мне здесь повезёт что-нибудь найти интересненькое. А что там было? Мина взорвалась. А, Тюм, мне показалось, ящик взорвался. Прикольно. Так. Я думаю, вот это можно всё пооткрывать. Хотя нет, это только ночь наступила, так что ещё долго будет. Но всё равно, мы всё пооткрываем. Ещё меня осенило сделать вышку смотровую. Так, правильно, это мы закрыли. Это мы открыли. Но я пока не знаю, где её ещё сделать. Придумать что-нибудь. Но, в принципе, отсюда можно отстреливать всех зомби вредных, которые здесь есть. Тимбервульф есть, матоморез есть. Кстати, по-моему, да, где-то здесь он есть. Да, вот, есть. Кстати, завтра я выпущу долгожданный видеоурок о том, как и чего, какие обоймы, какими патронами заправлять и как вообще это всё делать. Вчера у меня был небольшой опыт. Так, похвастаюсь немножко. Я вчера помогал разработчику переводить сайт с крафтами на русский и на украинский языки. Я думаю, получилось неплохо. Ссылочку, может быть, я выкину... О, лестница. Выкину под этим видео. Либо ссылочку выкину под завтрашним видеоуроком. Так что не пропускайте этот момент. Будет интересно. Так, лестница, лестница. А лестница-то нам и не надо, только так зря подобрал. Ещё я хотел написать этому пареньку, чтобы он что-то сделал с оптимизацией. Потому что, не знаю, натворил он много всего. И, честно говоря, в некоторых моментах игра стала даже больше тупить. Кстати, Никит, ты заметил это? Ещё как заметил. Вот в некоторых местах, да, я заметил, что кадры хорошо поднялись. То есть, там, за 60 кадров их выходят. Но, допустим, там, где у меня раньше падал FPS до приблизительно 14 кадров, сейчас он у меня там падает вообще до 6 кадров и прочее. Графику, как бы, я настройки графики менять не хочу. Они мне нравятся. Ай-яй. Поэтому менять их не охота. И приходится иногда претерпевать большие-большие тормоза. Так, Никит, ну что, начнём... Точнее, не начнём, а продолжим, может, делать эту фишку. Кстати, хочешь прикол? На этот ангар можно заехать на машине. Не знаю. Я отсюда уже даже гоцал. Чё, попробуем. Под углом немного заезжай, и как раз можно заехать будет. Таком. Да-да-да. И продолжай дальше. Теперь полетели. Короче, трамплин удался. Крутая штука. Не знаю, сколько раз я тут уже слазил, иногда даже ноги ломал. Так что здесь слазить нужно очень аккуратно, потому что скоро здесь набираешь очень большую, и ломаются каким-то чудным образом ноги. Так, делать здесь или не делать? Нет, наверное, всё-таки мы закончим. Доделаем вот этот ангар, причём я даже не знаю, делать ли здесь какую-нибудь каменную стену, или всё-таки сделать из дерева, или вообще, что здесь сделать? Я чуток застрёл. Да? Между этими? Да. А у тебя нет карджека? Сейчас гляну. О, давай сейчас на раз-два-три её вдвоём поднимем. Я, кстати, видел у этого паренька... Ты уже взял? Да. Давай. Раз, два, три. Я видел у этого паренька видео... О, боже, как он со своими друзьями в пятером... Да, по-моему, в пятером сделали такую же фишку, только с Хаммером и со скорой помощью. Боже, она подлетала, я не знаю, наверное, до тех облаков. А может, и выше. А потом падала, падала, они кричали, что ловлю, ловлю, короче, по очереди пытались её словить. Кстати, сегодня, когда я застрял на антенне, может, кто видел видео моего сингла, видели, как машина приземлилась мне на голову. Не знаю, как она меня не убила. А ещё сегодня я чуть не умер от радиации. Вообще, плохая штука радиация. Обычно она не поднимается, а потом как резко поднимется, и капец, и жизнь не отнимается, а ты даже не замечаешь. Кстати, вчера попробовал я поиграть на харде. Никита, ты играл на харде когда-нибудь? Нет. В хардкоре. Это ужас. Это тихий ужас. Вот, допустим, у меня сейчас прокачаны все скиллы, да? У меня, когда кусают зомби, то прибавляется 2% радиации, и отнимается 4% от здоровья. По-моему, так. Если включить хард, во-первых, нет вот этих процентов, которые написаны, только полосочки жизни, полосочки энергии, то есть на глаз ориентируешься, сколько у тебя чего. Кстати, а где факелы я все-то просрал? Надо факелов еще наделать. Вообще нет никаких индикаторов. Вот этой точечки прицела, которая посередине, тоже нет. То есть все делаешь интуитивно. Плюс, если тебя кусают зомби, у тебя отнимается приблизительно, ну так, на глаз, процентов 15 здоровья, и прибавляется 25% радиации. Это вообще капец, я не знаю, я когда поиграл, я просто офигел. Я вчера чего играл, я хотел найти БТР, и нашел, как раз на хардкоре играл. Кстати, а где мой арбалет? О, сейчас круто. Убью зомби. Так, я не понял, я где-то свой арбалет посеял. Я его уже сею, не первый раз. Видишь там по вышке зомби? И этот морячок, торчит башка его. Сейчас, гляну. Так, не, не вижу. А где не? А ты как-то не увидишь. Это нужно на самолет залезть, и тогда увидишь. Я вообще там, по-моему, никого не вижу. А это какой зом? Семикратный. А, так 20-кратный уже. 20-кратный. А разве бьет этот с 20-кратным зумом арбалет? Конечно. Я просто максимум цеплял 12-кратный зум, и как бы с 12-кратного зума оно уже не било. А с 20-кратного, не знаю, если на максимальное расстояние. Ну вот, я смотри. Я стоял, получается, на кемпинге, тот, который возле маяка, и пытался убить зомби, который стоял возле маяка как раз. И не достреливала стрела. Хотя зум у меня был 12-кратный. То есть я видел, всё прекрасно. А, у тебя ещё и лазер стоит. Ты вообще крутой. Так, слушай. Ну что, давай, наверное, строить? Давай. Вот это всё фигню. А? Могу за деревом съесть, и только мне нужно свожить вещи. Да, я так думаю, наверное, нужно этих настроить ящиков кучу и поставить их вот туда, на стеллажи, чтобы зомби не достало. Потому что стену, если разрушат, то полбеды. Вот если ящики начнут крушить, это уже очень плохо. Да. И вообще, это не из дерева. Это надо из камня, наверное, всё делать. Всё-таки. Ну, фундамент, да. Фундамент из дерева, потом колонны каменные, и продолжать делать из камня. А у тебя есть лишний киркар? Так он валяется перед тобой. Бывает такой. Так что всё нормально. Здесь вообще классное место для респауна. Здесь постоянно респауняются какие-нибудь интересные штучки. Так, ну что, нам надо съездить на базу. Этот момент мы опустим, и вы увидите уже, как мы это всё достроим. Итак, ребят, нас уже трое. Макс, скажи привет. Привет всем. К нам добавился Макс, и... Блин, мы врезались. И мы возвращаемся на аэропорт, чтобы показать, чего мы там уже с Никитой имели возможность построить. А построили мы там весьма и весьма уже нехило. Со временем, я думаю, вообще туда стоит нам перебраться, переехать, и вообще будет всё круто. Правда, я пока не знаю, залезет туда всё-таки наш БТР, который мы тоже долго и мучительно искали. Боже, куда я поехал? А, всё нормально. Но, по идее, он должен туда встать. Я так подумал, что нужно будет соединить два ангара, попробовал сделать это, и на удивление, ребята, представьте, соединить два ангара вполне возможно. Сейчас я расскажу свою идею, покажу, как это приблизительно будет выглядеть. Так, здесь есть зомби, да? Я так понимаю, их нужно сначала перебить всех, потому что они не дадут нам спокойно проехать. О, тут красотаблетки будут. А мне 7% в жизни. Ты там не балуйся, погодь, я сейчас их перебью всех, а потом будут таблетки и всё. Ой, что-то набрал тут. Так, главное, чтобы нас не съели. Уди, уйди. И ты, кыш, брысь. Так, машины оставлять здесь не хочу, я на ней поеду. Так, мы задымились, точнее, я задымился. Точнее, нас атакуют. Так, динамит. Что ты нашел, таблетки или нет? Я пока от зоны отбиваюсь. Да, уже нашел. Пакетик с кровью он лежит, подбери. Вот, да, как раз. Так. Мирчур уже станет цветным нормальным. Ну, цветным оно ненадолго станет, это всё равно ночь. Так, так, в ПНП. Где моя штука, чтобы машины чинить? Ну, ещё большая птичка. Так, в общем, чтобы долго, сильно тут всё не рассусоливать. А, я, я, здесь опять зомби. Откуда вы тут берётесь только? Так, а ещё кто-то есть. Вот так тебе. Короче, Никит, продвигайся к ангару, посмотришь, что я здесь начудил. А ты, Никит, где? Да я застрял посреди дороги, пензин закончился. Бывает. Итак, эту часть вы видели, переднюю, мы тут достроили малёха сундучков, а вот эту часть вы не видели. Это мы настроили уже после того, как включили на паузу. И я сейчас покажу, что и как можно, точнее, каким образом можно объединить два ангара. Так, мы вот залезем по лестнице, и смотрите, я на крыше, то есть здесь можно достроить много-много-много платформ, и после этого можно объединить оба ангара. Это будет круто, я думаю. Это будет очень и очень круто. Ну, здесь у нас пока ещё так всё по-холостяцки, можно сказать, не обжито, но потом будет всё намного-намного лучше. Я всё-таки надеюсь, что сюда БТР залезет. Ты до балкон залазил, да? Весь на балконе есть. Вот, вот в этих ящиках порой всё-таки, по-моему, тоже аптечки должны быть или что-то такое. Да всё, у меня уже 100%. А, вот мой матамарез. Да, тут пакетики с кровью, рюкзаки, каменные плиты, которые я насобирал. Так, сюда мне лезть не надо. Так что, ребята, вот так вот мы тут баловались, баловались и набаловались. Я думаю, через мгновение вы уже увидите, как мы объединим оба ангара. Так. В общем, достроили мы вторую вот такую вот платформу большими усилиями. Но зато теперь у нас есть выход на крышу. Даже больше скажу, у нас есть не просто выход на крышу, а у нас до того была ювелирная точность, что сейчас вы просто будете шокированы, как мы круто и чётко поставили абсолютно два разных строения в двух разных местах. Мы попытались соединить это всё платформами, и Макс, хочешь, приди, посмотри. Но это реально круто. Да, сейчас пойду. Смотрите, практически нет стыков. Ну, практически нет стыков. Не, серьёзно, оно круто получилось, очень круто. Да, вот это стык. Практически незаметно. Сюда столб встанет только так. Давай сломаем. Зачем? Не надо. Сломать можно вот эти вот, они теперь не нужны. Вот эти две платформы. Даже три. Вот эта платформа тоже уже не нужна. Там лестницу напрямую к стенке можно поставить. Да нет, не надо ломать. Ладно, вот эти сломаем, они всё равно не надо. Сейчас нужно будет достроить коридорчик такой прикольный. Объединить. И будет классно. Издалека будет реально круто смотреться. Ещё здесь можно смотровую вышку сделать, чтобы смотреть вообще на другой остров. Фу, на другой остров, на другую часть карты. Кстати, отсюда будет классно смотреть, наблюдать за всем. Отсюда всё видно практически. Будет. вот этой всей нагруженности, оно реально уже подтормаживать начинает. Так, надо срочно поесть и попить. На. У меня 83 воды и 78 еды. Я же пол набирал. Хотел гушат сделать. сейчас сделаем. У меня здесь металлолома много. Не порть колу. Давай, сейчас глушитель сделаем. Или нет у меня здесь металлолома. Опа. Сквозь лестницу прошёл. Прикольно. А вот здесь соп, кстати. так, три металлолома. Блин, надо ещё один металлолом. Металл? Да. У меня только три есть. Там, может, у второго ангара есть чем-нибудь. Надо сбегать. Вал. Если бы здесь был камень где-то поблизости, то... нет, здесь походу металлолома нет. есть, а то... трейсер на трейсер. Здесь камень самый ближайший. Здесь нигде. Придать сюда придётся далеко выезжать за этот за остров. Ну, ладно, я сейчас, в принципе, выйду. Проблема. Ты зомби пошёл месить? Да нет, сейчас мы поедем. ой, вот эта фиолетовая машина такая медленная. Чёрт, а меня сейчас кардинально подтупливает. где они там все грызут? Так, главное, чтобы они не начали грызть этот. Поехали. Ты нашёл Никита? Сейчас ещё я в городе уже забил. стиральная машина. Вот ты проехал. Блин, придётся это выбить. Убил его нет? Не, нифига не убил. Боже, реально он медленный. Я усну, пока доеду. Это кошмар какой-то. Зря мы решили перегонять БТР. Кстати, тут пять мест всего лишь. Почему, когда сидишь в машине написано переключиться с места это F1 F6? То есть, по сути, шесть мест должно быть. Я правильно же понимаю? Или я совсем глупец? Никита, ты где? Вот я. садись. Вези вот максимум вертов. Сейчас. А в аэропорту тишина. Все к тому же убили. Так они даже не заспаунились до сих пор. Капец, мне здесь страшно даже ехать. Интересно, у меня вообще получится БТР запилить на этот? на площадку аэропорта. Должен проект. Вы уже едете, да? Да, едем с другой стороны. Опробуй. Так. Надо выйти из БТРа посмотреть, как куда ехать. Ага. Блин, из БТРа вообще непонятно, как ехать. Так, еще много. Слушайте, а он не заезжает походу. Хм. Как его туда загнать? Может на скорости получится? Хоп. черт, он вообще походу в текстурах застрял. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, я здесь. Или не здесь? Ай-ой-ой. Да, я здесь. Но это стоило больших усилий. Блин, обзор в нем вообще никуда ищет. Я не вижу, куда ехать. Нет, это быстрая машина, конечно, в самый раз. И БТР не нужен. Я опять текстурой застрял. Эй. А, нет. Отстрял, и опять застрял. О, поехал. Отлично. Так. Надо попробовать его все-таки затащить в наш новый ангар. Он вообще сюда заезжает или нет? Уху! Я заехал сюда. в новый ангар? Да. А, нет. Я завез в старый ангар. Ну, в тот, который еще мы давно сделали. кто там таранит БТР? Кстати, у нас... Смотрите, а у нас много этих быстрых машин. две желтые, одна фиолетовая, в которой я сижу. Одна вот эта синяя или голубая? Это фиолетовая медленная. А, ну, точно. Мне показалось. Поехали. Ты что делал там эту? Ты же платформу сделал. О, точняк, точняк, точняк. Сейчас я поставлю. Красота. Теперь надо лестницу с этой стороны сделать еще. Есть эти палочки? Никита, у тебя палочки есть? Или досточки? Что-нибудь. И куда я поставил? отвисло. Странно. Ёлки-палки. Что-то оно реально сейчас висит. Никита, что тебя не слышно? Никита, ты вообще тут? Потому что... Резонно. Так, о, в этом уже пилите. Опа, зомби. Стойте, зомби там походу грызь все подряд. Начал, ребята. А, они все путем. Все целое. Еще одна мапа. 13 сечек, то надо, нет? Еще фонарик. Кто? Кого? Как он называется? Столбов. 13 столбов? Да, стал. Межгорь ее много наделал. Ну, слушай, можешь сделать, спустись туда с той платформочки, как раз столбы поставь, чтобы оно смотрелось на землю. Ничего себе. Там шли? Ладно, ну, да. Ну, типа балки, чтобы были, я не знаю. Так как не поставить, ты так не вылезешь. не поставить. А, надо... Нет, подожди, поставиться, они к потолку цепляются. Не обязательно, чтобы там фундамент был. Да, ты хочешь той стороны, чтобы поставить? Ну, да, чтобы красивый балкон был. А сейчас пойду лестницу сделаю. Ай, о, блин. Что такое? Да, вон, вишек поставил. А, вверху? Да, получилось так. А сделай тогда еще один полустолбик. Потому что это если раздолбать, то будет плохо. Да, смотрите, оно светится еще. Вообще классно. Ты реально. Жесть. Вот это норм. Жалко, что оно недолговечное. Ну, давайте еще раз. Иди сюда, бензопилейся. Сейчас надо друг друга бензопилой мочить. Не, реально прикольно. Подсветка вообще жесть. Правда, я рандомно на свидетельнике расставил. Ну, вроде и так нормально. Светит. Надо факелов побольше. Факелы поярче светят. По-моему. Так. Да он моденет. Отлично. Да он моденет. Ха-ха-ха. Кстати, ребята, вот так вот мы построили переходик из одного бункера в другой. Теперь нам нужно еще этот бункер доделать, и будет шикарно. Тот у нас был чисто каменный, этот мы сделаем деревянный. И будет все отлично. Лехи еще, к сожалению, нет. Но я хочу, чтобы он удивился и со всего этого офигел. И вы станете как раз очевидцами этого момента, как он будет всего этого удивляться. Он еще не видел, даже не знает, не догадывается о том, что мы здесь начудили. Так что вот так. Инфаркт. Ну, кстати, да, после того, как я переделал половину добы, переделал его мост, который он делал. У него, скорее всего, будет инфаркт. Я заехал! Отлично, я теперь спрыгну куда-нибудь. Не надо, стой, стой, стой. Давай сделаем этот, трамплин тут. Да и так просто свалиться к вас не будет. Не, 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 наоборот. Офигенно будет. Но потом залезу еще раз сделаю. У-ху-ху! Погоди, стой, да я, 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 стой, ну! Я хочу перевернуться, не получилось. Я сейчас еще попробую заехать. Накажи их! Накажи их! Кого? Машину. А, а. Вот лентяй, нет, чтобы поговорить. Хотя комменты читать тоже прикольно. Неа. Ну что, ребят, теперь и Леха появился. И если честно, жаль, что я не начал снимать раньше. Вы не слышали просто этих удивлений, поэтому я небольшую экскурсию для него провожу. Да, всем привет! Ну, если честно, я немного в шоке, что-то произошло за время моего отсутствия. У меня не было каких-то пять несчастых дней. Тут он, новый мост появился. Хата уже вся светится огнями, разноцветными. Не знаю. Ну да, в общем, это все. Короче, хата постарались без меня тут обустроиться, обжиться. Ну, кстати, этот мост длинный, я его сам строил в одиночку. И, если честно, у меня ушло на него, наверное, часов пять. Ну, выльдит цикарно, особенно издалека. Когда так смотришь, сборочки, эти покела горят. Это действительно шикарный вид. Так, ну что, едем обратно. Едем к дому. Сейчас Леха еще раз увидит его и может быть еще прослезится и что-нибудь ляпнет. А потом мы поедем в аэропорт, Леха в аэропорту еще не был, он вообще не знает, что мы там начудили, для него это реально будет шоком. Ну, я надеюсь. Ребята шутили, что у него инфаркт будет. Я надеюсь, до этого не дойдет, но удивлений будет уйма. В игре, мне кажется, я скорее умру от жажды, потому что у меня уже 71%. У тебя там есть бутылочка? Да, есть. А, нормально. Да, Леха, я тут научился уже столько всего делать за эти несчастные 5 дней. Я уже научился и фляги крафтить. Посмотрите, какая красота там спереди. Там это, конечно, мимо проезжали. Дворец целый. Так я еще раз говорю, уже дворец. Ну, дворец, не дворец, машин там нет. Кстати, там пропал БТР. Не переживайте, мы его перегнали уже на нашу новую базу. Да, там есть пожарка, но абсолютно бесполезная. Двухместный автомобиль, Леха, прикинь, двухместная пожарка. Вот зачем она? Не знаю, было прикольно, если бы с нее можно было водичкой поливать, так зомби топить. Вообще, не знаю, почему, Никита застеснялся сказать, но он где-то читал, что в версии 3.0 здесь будет просто жесть. Просто реально мясо будет. Здесь можно будет летать на самолетах, и будут появиться лодки. потом, здесь появится еще куча всякого оружия. Не знаю, правда это или нет, я просто не лазил в интернете и не заходил, если честно, на офсайт этого типа разработчика. Хоть и помогал ему переводить крафты на русский язык. Кстати, я, по-моему, уже в начале видео говорил, да, я, наверное, выкину под этим видео ссылочку на этот сайт. Это просто идеальная шпаргалка для того, чтобы запомнить все крафты, которые вообще здесь есть. И, я думаю, скоро она пополнится еще несколькими рецептами, потому что он пообещал сделать все-таки коктейль молотова и что-то еще. А, ну, удочка, само собой. Это еще было пообещано в версии 2.2.1, но до сих пор не реализовано, не знаю почему. Может, это из-за того, что у него недавно был день рождения и ему до сих пор некогда этим всем заняться. Но я надеюсь, скоро он этим занялся. Состояние с сих пор. Ну, состояние, не в состоянии, это не знаю, но хотя, да, 17 лет, это даст. Ух ты. Так. Засветится. Так, подожди. Я даже не знаю, с какой стороны-то подъехать, чтобы тебя больше удивить. Наверное, объеду с другой стороны. Главное, попить мне дай. Ты опять умру. Да, я сейчас дам. У меня тоже уже 70% пить и 66% еды. Не знаю, дотяну я, не дотяну. Кстати, мгновение назад здесь Никита возмущался, что бобры остались без еды. Ну, уже деревья отспавнились. Так, где там дырка в заборе-то? А, вот дырка в заборе. Я сюда еле-еле загнал БТР. Он так сюда неохота залазил, вот прям, как вот эта вот машина. Так, подожди, там были зомби? Не вылазь пока, не открывай глаза, вообще не смотри, ни на что. Так, так и быть. Так, нет, нельзя. А теперь? Еще нельзя. Ну, теперь можешь открывать, выходить, иди за мной. Я слева. Иди на меня. Ну, а теперь можешь открыть. Ну, наш проект еще немного недореализован. Ну, нифига себе. Вы их соединили все-таки. Ну, да. Да это вы круто, вообще сделали. Нам осталось теперь сделать вот этот фасад, я его, наверное, доделаю с Лехой, как раз. Но это будет уже в следующей серии, в следующей серии, ой-ой-ой, ребята, я не знаю. Я просто не знаю. А что там внутри? А, здесь есть эта дверь гаража. Можешь открыть и попробовать. Ты. Это вообще класс. А теперь офигевай. Ого, даже БТР стоит. Ну, я же говорил, чтобы мы его перегнали на новую базу. Погнали, наверх я покажу. Он пятиместный, кстати. Да, такая обзорность очень плохая, конечно. Погнали, хоть за мной. Где-то есть. Я лезу наверх. На самый-самый верх. Ты ползешь там? Сейчас. Тай же сориентироваться, куда тут есть. Ага. Вот. Архитектор. Нет, ну, надо было как-то сделать это. Ты там где? Эй! Что, попасть не можешь? Вот такое. Ну? Где ты там прыгаешь? Да здесь я все еще. Что ты делаешь? Я пытаюсь залезть. Ну, прицелился. У тебя сейчас, походу, тупит жестко, да? Ну, да, после оптимизации оно что-то... Да, оптимизация нифига не оптимизация. Я тоже, кстати, графику не менял, и... вы видите, у меня иногда потуплют, мне просто лом-то сделать. Ползи, 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 где-то есть. Так, прицелились. Это мою мать, куда ты пошел? Реально, ты только что сквозь лестницу прошел. Вот еще одна недоработка, конечно, в игре. А я вообще застрял. Давай, ползи вверх. За мной, как я это делаю. А ну... Ура! Он залез. Тихо, тихо, разворачивайся назад. Не упади. Хе-хе-хе. Зацени, какой тут коридор. Ух ты. А че, факел не горит? Непорядок. Включить. Не знаю. Включи. Здесь мы, это, кстати, с Никитой баловались. Пытались сделать трамплин, поставили трамплин. Ну, короче, мы его разнесем. И достроим этот ангар. Вы хотели сыну запереть, что ли? А? Вы хотели сюда машину запереть? Я отсюда уже съезжал на машине. Ты потом, когда увидишь, когда я нарежу видео, ты увидишь. Мы тут бесились по полной программе. Тут столько всего пока тебя не было. Мы сделали. Это, кстати, выход во второй ангар. Тут падать можно. Да? Поп... Я ногу поломал. О, слышишь, тут ствол лежит. Моя полстрак. Забирай себе. Дай водички. Точняк! Слышишь, у меня 80%. Я 92. Побежали к ставку. Где ты там есть? Здесь. Лази вниз, падай, ногу ломай. Все равно. Беги. Тьфу, беги. Бежим. Мне тоже надо. Ладно, в общем, дорогие друзья, на этой веселой и обнадеживающей ноте мы с Лехой наверное закругляемся, в следующей серии мы достроим все-таки вот эту военную базу и начнем строить какой-то, не знаю, мегаполис может быть. Да, мы начнем строить мегаполис в Боревуде, так что не пропускайте этого момента. Ставьте лайки, смотрите наши видео, рассказывайте это своим друзьям. Пускай они свои идеи тоже рассказывают нам и мы будем воплощать их вместе с ними или вместе с вами. Также у нас есть группа, ссылочка будет тоже внизу вместе со ссылочкой на крафты. В общем, всего хорошего. Леха, скажи пока. Да, всем пока. Подписывайтесь на канал. Счастливо.